Привет! Вчера в чате получил два вопроса, решил, что отвечу попозже, и вот наконец-то попозже наступило, чтобы ответить чуть более обстоятельно. Вопрос первый. Чем обычно занимаются пилоты в длительных рейсах на эшелоне? Разговаривают разговоры или спят, едят, рубятся в карты? Ну, когда все сделал по работе и ничего нажимать особо не надо, кроме радиообмена и погоды? Кнопочку нажал, взлетел. Ну, в общем-то, в своем вопросе вы и уже ответили на свой вопрос, потому что, ну а что еще делать в длительном полете, кроме как разговаривать разговоры, спать, есть, рубиться в карты? Смех смехом, но действительно, эшелон, полет на эшелоне, это самая спокойная часть полета, как правило, если только там грозы какие-то не встречаются, либо по какой-то причине интенсивный трафик, смеха эшелона и так далее. То есть, какие-то периоды активности атак может быть такое, что в течение нескольких часов подряд ты, по большому счету, ничем не занимаешься, самолет летит, все тихо, в эфире тоже тихо, периодически только прощаешься с диспетчером, здороваешься с новым и, в общем-то, все, больше работы нет. Конечно, пилоты разговаривают на разнообразные темы, за жизнь, о работе, о плохом планировании, о красивых глазах стюардессы. В рассказе «Философия полета» из одноименной книги мы про CRM разговаривали, но это скорее редкость и исключение из правил. А так, да, можно спать, об этом ни раз, ни два, ни десять раз рассказывал, даже есть авиаликбез на эту тему. Сейчас спать стало законно, потому что есть у многих авиакомпаний правила контролируемого отдыха в полете. Но даже когда правил не было, тоже спали, потому что иногда все-таки лучше поспать минут 10-15, и это значительно улучшит самочувствие к посадке. То есть лучше поспать на эшвоне, чем заснуть в глиссаде, образно говоря. Так что, да, мы же не роботы. Более того, в умных книжках про ту же пресловутую CRM этот момент описан, что с помощью таких вот непринужденных разговоров на эшелоне сплачивается команда, и пилоты как-то, ну, как правильно сказать-то, притираются друг к другу. Если это, конечно, разговоры, одна тема, которая интересная и не вызывает конфликтов в кабине, потому что может, конечно, быть и обратная. Так что вот, второй вопрос. Бывали ли случаи из-за тупо, когда при какой-то ситуации не можешь вспомнить или сообразить, что начать делать, и находишься в растерянности? Как называется такой эффект авиации, и есть ли методы его избегать? Ну, на русском языке я встречал эффект ступора, первоначальный эффект и так далее. На английском это startle effect, такой эффект испуга, но опять же эффект ступора. Абсолютно любой человек на планете сталкивался с этим моментом, когда вдруг что-то происходит, и ты, естественно, пугаешься. Дальше соображаешь то, к чему, и начинаешь действовать. И летчики не исключение. И, конечно, глубина и сила этого эффекта зависят от того, насколько, скажем так, неожиданно и опасна внезапно возникшая ситуация. И насколько экипаж, пилот, точнее, к ней подготовлен. Ну, грубо говоря, если откажет двигатель, учитывая то, что мы регулярно проходим такие тренировки, и если экипаж молодец, то, в принципе, момент испуга длиться долго не будет. И экипаж достаточно быстро предпринимает правильное действие. Ну, конечно, сердечко ёкнет, потому что, как правило, двигатели у нас не отказывают. И далеко не каждому пилоту везет с таким отказом. А если что-то такое, комплексное, к чему экипаж не подготовлен, то, в принципе, можно спасть в ступор и на подольше. Есть интересные моменты, которые немножко выбиваются из того, что я сейчас сказал. Известны случаи, когда в нормальном полёте, при уходе на второй круг, казалось бы, тоже часто отрабатываемая вещь, один из пилотов терялся и не знал, что делать. Хотя, повторюсь, уход на второй круг отрабатывается многократно на тренажёрах, но тут жизненная ситуация, особенно если он ещё до ухода на второй круг, чего-то там на нервах, там, давай-давай-давай, быстрее-быстрее, тут раз уход на второй круг, и ой, а что же делать? В закрытке шасси убирать. Вот. Так что, да, ну, в принципе, и при отказе двигателя, я думаю, первые секунды будут такие вот. Ой, так. Оно дальше всё пойдёт по-нормальному. Поэтому есть чёткое правило, которое, опять же, проклятые СРМщики вбивают в головы неверящих СРМ-пилотов. Первое золотое правило – это, чтобы не происходило, кто-то должен управлять самолётом. Ну, а дальше мы должны управлять самолётом так, чтобы понимать, куда мы летим, что мы летим не в гору и не в грозу, не в землю. Третье – мы коммуницируем, взаимодействуем и решаем ситуацию. Но первое правило – оно железное. То есть, что бы ни случалось, ступор, испуг, но кто-то должен лететь. По себе могу сказать, вот памятная ситуация, которую я и в рассказе описал, называется «Грозный маскат». И в эфире, в прямом эфире об этом полёте рассказывал, и даже вырезку делал из этого стрима и отдельно публиковал. Был у меня заход в очень такую непростую погоду в маскате, который вылился в уход на второй круг. И почему мы уходим на второй круг? Потому что нас резко начало колбасить. Уходить нужно было не прямо, потому что там прямо по курсу, по схеме ухода на второй круг уже за сетки подходили, а уходить нужно было вправо. И всё это, естественно, в ручном режиме. И всё это, когда самолёт не просто прыгает вверх и вниз, но ещё и вправо-влево корёжит его. И при этом нужно вправо крутить. Ну, я не могу сказать, что был у меня момент ступора или какого-то такого испуга, но сердечко ёкало. И было ощущение, что это непросто. То есть ситуация очень непростая. И я честно скажу, я в этот момент подумал, что я должен в своёке справиться, должен вот этот чёртов разворот вправо под 90 градусов выполнить, потому что дома меня ждут мои дети. Хотя самолёт хотел лететь куда угодно, вверх-вниз. Но как-то в среднем мы это сделали. Повернули вправо, ушли, отдышались. И дальше спокойненько обсудили ситуацию и приняли правильное решение, ушли на запасной. Но там было целая куча приключений, если кому интересно почитать, рассказ «Грозный москат». Были более забавные ситуации, связанные скорее не с испугом от ситуации, а с испугом от возможных последствий в виде наказания. Потому что очень долгое время, да и сейчас тоже у наших доблестных российских начальников лучшая мотивация – это наказать. То есть страх и наказание. И помнится, меня напутствовали в командирство, что попробуй только залететь книгом, а во вторых пилотах окажешься. Вот такое замечательное напутствие. И опять же этот рассказ я приводил, он есть в первой книге. Называется «Казанский треугольник». Мы снижались в Казани. Казань только-только вроде оправилась после сильнейшей грозы. Там даже Илс не работал, но об этом мы узнали строго при подходе к эшелону перехода. На этом эшелоне мы должны менять давление со стандартового на давление аэродрома посадки. И тогда летали по киуэфи, по давлению на торце полосы. И огорошив на что у нас такой информации диспетчер, раньше не мог сказать, конечно же, по какой системе собираетесь заходить. Естественно по Илс, у вас животист, Илс передается. А у нас Илс не работает, выбило после грозы. Мы давай готовиться к заходу по приводам. И пока готовились, естественно, внимание, отвлечено. Самолет пролетел, эшелон перехода. А на классике этого ста вообще никак не индицируется. И пилоты не предупреждаются, если забыли поставить давление. И окраем глаза это оттек, когда мы чуть ниже снизились. И вот я помню эту ситуацию, что-то происходит не так. Прямо как будто, знаете, мир замер. Так, мы же давление не поставили. Естественно, тут же я отключил автопилот, чтобы побыстрее заскочить на высоту. Мой автопилот Дима офигел, ты что делаешь? Я говорю, кто будет давление ставить? А мысли в голове, даже, ну, я пилотирую, и мысли в голове целая куча. Но самое, наверное, яркое, что, блин, накажут. Я же обещали, что если я залечу во вторые пилоты, ну, я эту мысль, слава богу, прогнал, нашел в себе силы. И мы долетели, так переругиваясь до полосы. В общем, все было нормально. Никто об этом не узнал, пока я сам об этом не рассказал. На расшифровку не пишется. Но выводы очень хорошие я после этого сделал. Я сделал замечательный вывод, что во внезапно возникшую, усложнившуюся ситуацию я почему-то начал думать о грядущем наказании, вместо того, чтобы думать о предстоящей посадке. И при этом мне понравилось, что я смог эти мысли прогнать. И я дал себе слово, что если когда-нибудь еще будут в такие ситуации попадать, то меньше всего я буду думать о том, как отписывается, какие втекатели ставить. Попал-попал, надо решать проблемы, это самое главное. И, конечно, сделал выводы об этом, так сказать, постсоветском подходе к организации летной работы, когда страшилки являются, по мнению динозавров, лучшей мотивацией. И далее, как мог, с этими страшилками боролся, уже став начальником. Что-то получилось, что-то нет, потому что до сих пор получаю различную обратную связь, которая говорит о том, что эта методика кнута все еще имеет популярность, скажем так, даже среди более молодых руководителей, чем я уже и есть. Так что да, как и везде, эффекты ступора и испуга есть. Зависит скорость, с которой экипаж с собой совладеет, от глубины страшности данного события, скажем так, опасности. И насколько экипаж подготовлен к морально, скорее, наверное, психологически, к тому, чтобы работать дальше. Ситуация показывает, что в подавляющем, кстати, подавляющее, это, наверное, очень мягко сказано, в подавляющем, подавляющем, в большинстве случаев экипажи, сталкиваясь с какой-то ерундистикой, с ней справляются, потому что самолеты, слава богу, не падают же каждый день, но каждый день обязательно что-то в мире происходит, обязательно, и не по одному разу. А серьезное что-то случается, слава конструкторам и слава экипажам, конечно же, очень редко. Так что, ну, как-то вот мы с этим боремся. Фух, спасибо за то, что мою импровизацию заслушали до конца. Берегите себя и своих близких. Всего самого безопасного, мирного неба. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok